Всем привет, с вами Веб, и человеческая фантазия не безгранична. Иными словами, человек не может придумать что-то из ниоткуда, но есть вещи, которые наталкивают его на те или иные мысли. Так, многие из вас наверняка слышали про вампиров. Граф Дракула, Носферату, Ван Хелсинг, вся хуйня, ииии, вы ведь не думаете, что все эти продукты человеческой фантазии появились из ниоткуда? Не подумайте, сам я вампиров не особо верил, да и вообще, когда-то давно я уже делал видео про сообщество вампиров, найденное мной на просторах интернета. Так вы спросите, а нахуя тогда ты здесь делаешь это видео по второму разу? Уэб, ты что, ебанутый? Дело в том, что незадолго после выхода того самого моего видео со мной связалась участница того самого вампая комьюнити и любезно согласилась предоставить мне всю необходимую информацию об ухуютном ламповом сообществе. Такого шанса я упустить, конечно же, не мог, поэтому да, я хочу сказать большое, надсталкерское спасибо Яни Кравченко. Без неё этого уникальнейшего в своём роде видео бы точно не было. Начнём по порядку. Итак, вампиры. Да, давайте просто представим, что они существуют и ходят среди нас. Хотя для большинства людей сделать это будет ой как непросто, чего уж там. Так вот, да, они боятся света, ведут преимущественно ночной образ жизни и о ужас, им и вправду нужно пить кровь. Вот только не нужно падать в обморок, обвешиваться головками чеснока и бежать за распятием, потому что... Это вам всё равно не поможет. То есть, простите, потому что на самом деле настоящие вампиры это прежде всего такие же личности, как ты и я, хоть и с некоторыми особенностями, и пугаться их всё же не стоит. И в доказательство этому сейчас я отвечу на все стыдные вопросы о вампирах, которые вы очень хотели, но стеснялись спросить. Начинаем. Давайте сразу определимся, кто есть вампиры. Итак, существует единственное верное определение. Вампиры — это отдельный вид, представителям которого для поддержания жизни нужно пить кровь. Да, вы не ослышались, они не причисляют себя к ходу человеческому, потому что, по их собственным словам, от представителей вида Homo sapiens досталось не так уж и много, а именно только лишь внешность. Ну а так, это отдельный вид, и по совместительству... ИДЕАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗМ Идеальный организм, которому для поддержания жизни нужна кровь. Животное, человеческое, неважно. Без неё они хоть и не погибают, но сильно слабеют. У них буквально начинается ломка. Действительно, по симптомам всё равно очень похоже. Сильные головные боли, боли в суставах, раздражительность и так далее по списку. Но стоит только употребить кровь, одного бокала в месяц вполне хватает для утоления жажды среднего вампира, как всё проходит. Иным словами, потребление крови, по словам самих вампиров, равно потребление еды для обычного человека. То есть, если ты и я получаем всю необходимую энергию непосредственно из обычной еды, то для вампиров это не представляется возможным. Поэтому для поддержания жизни им необходимо пить кровь. И для них это не какая-то забавная ролевая игра, но острая необходимость, которая доставляет в обычной жизни множество неудобств. Конечно, исходя из силы этого, возникает неудобный вопрос, а именно откуда вампиры берут кровь. Ну, в этом плане, подтверждением участников сообщества, всё более чем легально. Одни покупают кровь животных в магазинах при скотоборниках, другие пользуются услугами доноров, то есть людей, согласных предоставить свою кровь нуждающимся. Более того, если покопаться во Вконтакте, то можно найти паблики, в которых вампиры ищут доноров. Но всё это, конечно, скучно, не хватает во всём этом экшена и безумия, не сделаешь на всём этом десятки тысяч просмотров. Поэтому для любителей острых ощущений могу сказать, что без дикостей всё же не обходится. Так, мне рассказали об одном участнике сообщества, который регулярно покупает живых петухов, собственноручно закалывает их и закатывает самый настоящий вампирский пир с блэкджеком, кровью и шок-контентом. Да, бывает и такое. В современной массовой культуре существует устаревшийся миф, будто все вампиры делятся на отдельные подвиды. Взять хотя бы ту же вселенную мира тьмы. Молковиания, Носферату, Ганкрыла и всех они перечислишь. Так вот, в реальности всё обстоит несколько по-другому. До недавнего времени внутри вампир комьюнити и вправду было принято подразделять вампиров на отдельные виды. Но недавно, волевым решением участников, классовая система как таковая была окончательно и бесповоротно устранена, дабы не вносить смятение в обестовое небольшое сообщество. Итак, да, настоящее название нынешних, реально, существующих вампиров одно, сангвинары, от латинского sangris, кровь. Именно им посвящено данное видео, и в дальнейшем я буду называть сангвинаров именно сангвинарами, и никак иначе. А то, знаете ли, у слова вампир за последние лет пятьсот выработалась не очень положительная коннотация. Да. Не каждый сангвинар признаёт и практикует магию, но каждый сангвинар согласится, что его энергетика и способности здорово отличаются от энергетики и способностей обычного человека. Они быстрые, обладают поистине сверхъестественной харизмой и выдающимися физическими данными. Но всё это естественно только когда их голод утолён. Более того, многие из сангов обладают экстрасенсорными способностями и вполне себя могут сканить людей, как бы чувствуя каждого человека на более глубоком уровне. Стоит отметить, что подобными свойствами обладают не только вампиры, но и, например, хаоситы. О них я уже делал видео, вон там подсказка появилась в углу. Кликай во славу дзинча, не пожалеешь. Никакой определённой религии вампиров нет. Среди сангвинаров много атеистов, но некоторым даже такая особенность, как вампиризм не мешает ходить в церкви и исповедовать любую религию, пусть даже это будет христианство. Поэтому да, про распятие это всё мифы, чтобы набрать классы. Не верьте в них. До конца неизвестно, передаётся ли вампиризм по наследству, но скорее да, чем нет. У Яны Кравченко, например, в Раду по отцовской линии было как минимум два сангвинара, прадедушка и прабабушка. Первый, кстати, прожил до впечатляющих 112 лет. К тому же, отследить генетическую предрасположенность к вампиризму очень сложно, хотя бы потому, что сангвинары обычно не заводят детей. И не потому, что они все такие из себя child-free, а потому что санги зачастую асексуальны. То есть, они не испытывают полового влечения, и многих из них не интересует секс как таковой вообще. Это особенно смешно, если вспомнить классический образ сексуальной девушки-вампира, который так любит эксплуатировать в современной массовой культуре. Да, бывают жизни огорчения. Самому старшему участнику русскоязычного сообщества вампиров всего-то 50 лет. Да, сангвинары не бессмертны, но есть мнение, что живут они все же подольше обычных людей. Никаких доказательств этому нет, но многие сангвинары утверждают, что все они выглядят значительно моложе своих лет. От себя могу добавить, что похоже это действительно так. Изучив фото некоторых пользователей сангвинаров, я пришел к выводу, что 30-летние санги выглядят на 18-20 лет. Конечно, выборка у меня была небольшая, да и показать вам эти фото я не могу по понятным причинам. Анонимность, журналистская этика, все дела. Да и к тому же обратимся к предыдущей главе и вспомним прадеда Яны Кроченко, который прожил до 112 лет. Думаю, это что-то да значит. На этот счет, мнения в вампирской среде разделяются. Одни утверждают, что можно, другие, что нельзя. Среди самих сангвинаров ходят слухи о каком-то древнем ритуале, согласно которому человеку нужно выпить кровь сангвинара для обращения. Не совсем понятно, рабочий ли этот метод или всего лишь древняя легенда. Проверить это, естественно, нет никакой возможности. С другой стороны, чисто с научной точки зрения, интересно пофантазируют на тему, а что если прилить кровь сангвинара человеку? Приобретет ли этот человек в итоге способности сангвинара? Но таких экспериментов никто, естественно, не проводил. Ответ однозначный – нет. Среди сангов находились те, кто не принимал себя, но найти способ перестать быть сангвинаром еще никому не удалось. Да, существует. Тот самый вампайр комьюнити. Сами участники ласково называют его Ви Си. Из того моего старого видео. И есть то самое сообщество сангвинаров, открытое с 2009 года и пока не планирует закрываться. Хотя сейчас его участники не проявляют былой активности. Да и тайным это сообщество не назовешь. Зарегистрироваться может любой желающий. И статьи на сайте лежат в открытом доступе. Изучай, читай, тебя никто не покусает. Ну почему же? В 95 году, например, начала свою работу конференция в Юзнете Alt Vampires Юзнет. А уже в 98 в интернете один за другим начали появляться сайты, объединяющие сангвинаров. Да и в целом много всего было. Каналы, чаты и так далее по списку. Так что да, можно сказать, санги заявили о себе еще на заре интернета. Просто не все это заметили. А те, кто заметили, вероятно, пропустили всю информацию мимо своих глаз и ушей в силу определенных сложившихся предрассудков. Да не особо. При создании сайта и форума администрация ВИСИ преследовала две цели. Создать особое место для сангвинаров, где их всегда поймут, и параллельно изучать вампиризм как явление. И если с первой функцией сообщество кое-как справляется, то с исследованиями все не так гладко. И даже самим сангам не до конца понятно, кто они, зачем они и почему они. Когда-то устраивали, но сейчас, опять же, сообщество переживает не лучшие времена. Новые лица появляются нечасто, поэтому, можно сказать, сообщество распалось на отдельные группы сангвинаров. Ну и, конечно, мне следует развенчать ещё один миф. Ух, как я люблю это делать! Гаотической атмосферой на встречах и не пахло. Всё же, сангом, как и хаоситом, например, не особо интересны все эти ролевые игрищи с переодеваниями и бутафорскими клыками. Они ведь и без того знают, что вся эта мишура не имеет к реальному вампиризму ровным счётом никакого отношения. Есть, и выглядит он довольно устрашающе. Но это только на первый взгляд. Давайте, вникнем в его суть. На нём мы видим два главных элемента. Ураборос это змей, пожирающий сам себя и латинскую букву V. То есть, если отсесть подальше и включить воображение, получаем ту самую аббревиатуру VC. Но давайте копнём чуть глубже и вникнем в самую суть. У Урабороса как символа очень много значений, но мы остановимся на одном, а именно единстве всего и вся. Так что да, в данном случае он означает единство природы и вампиров как неотремлемую часть этой самой природы. То есть, в контексте этого символа сангвинарии представляются не отклонением от нормы, а естественным природным явлением, замыслом творца. Да и сам змей похож на закрытый круг, что также символизирует семью поддержку. Его крылья олицетворяют знания, а также влияние вампари-комьюнити на всё мировое сообщество вампиров в целом. Их много, все и не счесть. Сообщества вампиров открыты в США, странах Европы, Азии, Африки и так далее. В любой точке мира можно найти сангвинара. Что касается сотрудничества, то да, сотрудничают. К примеру, в 2016 году администрата русскоязычного вампари-комьюнити лично встречался с основателем американского Атланта Vampire Alliance сообществом вампиров Атланты. Очень интересный и неоднозначный вопрос. Обычно сангвинары адекватны и своим поведением мало чем отличаются от людей, но иногда у них случаются приступы ярости и помутнения сознания. Они плохо контролируемы, но всё же большинство сдерживается. Ну а о тех, кто не сдерживается, ничего неизвестно. О своих кровавых похождениях рассказывать вам уж точно никто не станет. Да, проводились исследования и их результаты вы можете видеть на экранах своих мониторов. Но стоит учитывать, что естественно не все сангвинары мира проходили опрос, поэтому эти данные отражают лишь результат участников форума реальных вампиров. Кстати, всё на том же вампари-комьюнити зарегистрировано порядка двух тысяч человек и сколько из них реальные сангвинары непонятно. Впрочем, да, возвращаясь к вопросу, если ты житель города-миллионника, то скорее всего хотя бы один раз, но проходил мимо настоящего сангвинара на улице даже сам того не подозревая. Вот так, удивительно и рядом. И знаете, при работе над этим видео я немного, так скажем, расширил своё представление по поводу мифов о вампирах. Подумать только, в них не было ничего сверхъестественного? Представьте себе ситуацию прямиком из дремучего средневековья. Какой-нибудь граф сангвинар без зазрения совести потрошит бесправных крестьян и пирует их кровью. Возможно, кто-то случайно подглядел всё это безобразие через замочную скважину и вот, миф о вампирах готов. Осталось только добавить спецэффекты, то есть, дополнительные шокирующие подробности про бессмертие, превращение влетучих мышей и светящиеся глаза. Ну, чисто, чтобы просмотров и лайков набрать. Человечество всегда было движимо одним, чего уж там. Хоть в средневековье, хоть в 21 веке. Но, сказал я уже и без того много, и мне, все же услышать историю Сангвинара из первых уст бесценно. Ян, вам слово. Приветствую всех. Я Яна Кравченко, Сангвинар и являюсь участником сообщества реальных вампиров. Для начала хочу поведать свою историю, как я пришла к осознанию того, что являюсь Сангом. Все начиналось, когда мне было 13-14 лет. Тогда я стала себя плохо чувствовать, начала кружиться, сильно болеть голова, были боли в суставах, температура тела часто поднималась и опускалась. Был упадок сил, и все сопровождалось постоянным голодом и жаждой, которую я не могла утолить. Родные меня водили по врачам, но по анализам результатов медобследования я была абсолютно здорова. Медики не могли найти причину всего этого. Также никаких неврологических нарушений не было обнаружено. Я так жила где-то 2-3 года, часто посещая поликлиники и каждый раз никаких проблем со здоровьем не находили. Как-то я наткнулась на зарубежный сайт про сангвинаров. Изучив тему, я решила поискать что-то на русскоязычных сайтах и нашла сообщество вампиров. Конечно, было много сомнений, и перед тем, как попробовать кровь, я сначала изучила признаки сангвинара. Многое совпало, но я не торопилась. Несколько месяцев я просто заходила на сайт и изучала эту тему, а также общалась парой сангов, чтобы дали мне советы и ответили на вопрос. Мне посоветовали попробовать слюную кровь, так как она приближена к человеческой. Я купила ее на рынке, тогда ее продавали чаще, на кровяную колбасу, правда. И, в общем, придя домой, я выпила полстакана. Честно, вкус был просто ужасный, но через минут пятнадцать я ощутила прилив силы и прошло головокружение. Затем я начала ее иногда пить, и у меня все прошло. Появилась энергия, и произошли изменения в лучшую сторону, обострение чувств, а также я стала гораздо сильнее, чем раньше. Вот пример. Я никогда спортом не занималась, не могла даже банку открыть, а после пятнен я смогла поднять двоюродного брата на руки, который весил семьдесят пять кило, а я сорок шесть. Разница большая. В общем, разобравшись в себе, сомнения пропали. Вампиризм стал неотъемлемой частью моей жизни. Со временем я стала общаться все с большим количеством существ, таких же, как я. Мне удалось даже найти друзей, где мы образовали компанию, дружим уже несколько лет, и это замечательно. О том, что я являюсь сингвинаром, знают только два близких человека. Мой двоюродный брат и сестра. Они приняли меня, и иногда даже мы говорим на эту тему. Когда я была раздобыть кровь, за это я ей очень благодарна. Я родилась в семье обычных людей, однако родственники рассказывают про прадеда и про бабку, которые пили кровь и прожили долгую жизнь. Прожили долгую жизнь, ё-моё. Бабуля дожила до 90, а дедуля до 112 лет. Это весьма интересный факт. Моя жизнь почти не отличается от нормальных людей. Я работаю терапевтом, у меня есть свои увлечения, например, рыбалка, хоть это странное увлечение для девушки. А свободным вечером люблю как все книгу почитать или фильм посмотреть. Также по выходным убираюсь куда-то, правда предпочитаю гулять по местам, где можно укрыться от солнца, ибо испытываю упадок сил и дискомфорт. Ну и, конечно, пью кровь. На данный момент моей целью является дать понять людям, которых интересует тема санговинаров, что многие из нас адекватные персоны. Понимаю, что со стороны людей много недопонимания, но надеюсь, со временем тема вампиризма будет более популярной и появится больше исследований касательно сангов, и тогда будет проще понять нашу природу. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Не могу не повториться, удивительная рада, но позвольте, веру ли в существование эральных вампиров я? Ну, даже не знаю, что и сказать. В первую очередь, я работаю с необычными интересными явлениями на прострок сети, и не только. И вампиризм уж точно можно назвать таким явлением. Возможно, все это существует, возможно, всему этому есть какое-то научное обоснование, но... Знаете, после всего того, что нашел, я... я уже не знаю, во что и верить. Не удивляюсь. Так или иначе, если в импиризме все же когда-нибудь будет дано научное объяснение, то, возможно, где-то там, в будущем, миф о кровожадных вампирах может быть действительно развеян. И я, можно сказать, положил начало этому на ютубе. Только представьте, киберпанк 2077 по вебу, хаос признан мировой религией, а по улицам всех городов мира Сангвинары устраивают шествия и требуют присвоения их виду статуса и защиты прав. Ах, в общем, будет тот самый киберпанк, который мы все заслужили. Ну а вы пишите, что думаете по всему этому поводу сами. Ставьте лайки, рассказывайте об этом и не только видео своим друзьям, комментируйте. Ну а с вами, как всегда, был Уэб. Всем до скорых встреч на просторах дипнета и обычного интернета. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok